видишь как вот у нас тут живут старообрядцы вот первое так ходили сюда молились богу воздать славу вместе нельзя то есть что она в это время где-то там это даже нужды нет никакой главное чтобы она не молилась ни с кем видите как придумали думает они чего-то достигли это вот а то старообрядцы ни с кем не молись и все силы бросает это я с дороги убираюсь мы ходили молились босиком я на это отвлекусь скажу что люди удивляются я говорю ты не молишься обувшая разрушит на то что обувься где указания нету а разуйся два раза библия говорится с ними обувь твою его место на котором ты стоишь земля святая против того чтобы быть разрушит только одно один доллар что это место не святое ну как известно у православных храм считается святым местом больше вопросов нету а вот так принято что идут босиком вот в корчину было дойдут там пруд рядом ноги вымоют храме постоят выйдут опять сапоги на плечо и домой это и понятно а почему не наоборот потому что моисей до встречи с господом было больше наоборот все у нас вывернуто эмилия войнич пишет роман там про одного революционера артура с ними обувь твою называется но там она другом конечно говорит ее спросили а почему вы так написали вывели его героем и потому что глупая благодать молодая вот и весь ответ поэтому привязывается что такой-то писатель или что-то написал написал бог святые божие человеки будущее движимы духом святым они нам изрекли прямые слова от бога прямая речь с ними обувь твои дошел все время надо ходить церковь босиком да нет ну протестовать против этого не надо свобода я отведу босиком я в таком виде вот как есть вот как одеты лишь это я сам зашиваю на себе под каждой заплатой как миллион это есть такое у виктора его я иду в городе по асфальту иду в краевую администрацию в краевую прокуратуру хоть куда такой а кто-нибудь что-нибудь там кто не что ни разу помню я пошел главным редактором газеты за науку алтайского государственного университета клиентка владимир педорович он болел очень сильно признавали нехорошую болезнь у него но он мужественный человек стал там голодание это пост надо понимать он теперь еще и редактор церковной ипорхиальной газеты алтайская миссия название то какие чудесно и он босиком и мы вдвоем в городе идем босиком до дома дошли у нас под окном колонка ноги вымыли и пошли это все нормально естественно неестественно когда на тебе чужое награблено отобранное вот как у меня ничего чужого нету вот ездили нам помогали везде где мы были но из-за поломки машины мы маршрут свой изменили трижды меняли меняли моего виду крайней необходимости потому что иначе бы мы просто не доехали там кирпичик я сейчас уберу что тебя не не попались под ноги вот так мы изменили маршрут чтобы главная задача была доехать до дому и мы до эвакуаторы слопали у нас больше ста тысяч рублей но это около двух тысяч евро там на евро по 50 рублей курс ну и что вот у нас расчет то был что мы еще должны были полтора месяца работать в россии развозить книги по библиотекам но нам уже не пришлось думать об этом обнаружено было серьезно еще грозная просто ошибка передачи скоростей в коробке и мы сразу изменили маршрут думали на мурманской кисть калужской области где у нас ставка а повернули мы на москву заехали к отцу кириллу сахарова то метров 200-300 от храма христа спасителя берсеневка игумен чудесный человек на потом на нижний новгород где наша газеть была изготовлена и какие были там встречи мы все записали но так как полтора месяца мы это не были с нами нам насушили там накупили разные инжир курага сушеный виноград грецкий орех чернослив кедровые орешки то есть нас очень хорошо снабдили и средствах мы не имели нужды несмотря на то что такая была дыра в нашем дорожном бюджете из-за новых из эвакуаторов когда нас везли и мы больше 100 тысяч пришлось заплатить за 400 верс там по дороге 3,7 рубля стоить один километр а на эвакуатор 400 рублей вот еще говорить и у нас кое-что все равно осталось мы только приехали сюда мы же все верующие ну кассиром был я деньги на меня поступали и мы сразу же этими деньгами распорядились кому отдать сухофрукты все отнесли в лагерь детский мы ничего ни одной крошки себе не взяли это все перед богом и как иначе это может быть в этом оно и счастье мы сейчас были храме молились акафе слава богу за все благодаря его я никак не могу благодарить бога с прежними словами особенно нынче когда мы в швеции полностью были парализованы стояли в любую благодарность у меня будет теперь вплетаться именно это володя тут все покосил сколько мог капюшка вон такая михаил кальмая тут себя покажи сметали с володей мы сходили кого отдать отдать мы же не продаем ну договорился с андреем что он заберет году хоть бартер какой-то с молоком молоко неплохо у нас ёжик появился в лагере там на блюдечке молока там нам не надо ничего у нас все есть и понятия нет такого что присвоить где-то убрать жизнь в боге это жизнь счастья жизнь света некоторые вот приезжают в деревню когда получила с ума сошел в городе там так хорошо а что в городе хорошо как лев толстой говорит хочешь развратиться поезжай в город посчитает проповеди она за то уста похвальные слова селенинам то есть поселение которые живут до горизонта покажи где он лагерные идут их отсюда видать даже этого столба правого последнего и никому ты там не нужен иди гуляй купайся собирай ягоды даже нынче совершенно не ягодный год гляжу приехали по полному ведру считай набрали не на там наш адрин а сестра моя валентина машина вот она стоит на другая вот гараж могу построить 100 заражей никому-то не нужно городе прилепиться негде машину оставить негде как наш отец увидел там большая цистерна с молоком стоит мы люди в очередь бетонщиками стоят но молоко то какой его сравнить с тем которое у нас и ни в какое сравнение не идет но и когда корова бывает такая легко до это бывает сиськи у ней с трудом отдают туго сисия отец говорит о туго сисия корова на эту цистерну то люди стоят не могут подойти до скоро эти человек не грамотно даже и находил слова юмора показать как не все хорошо в городе хочу хорошего не дай бог сейчас какая-то как говорит заварушка что будет что будет то дальше минимум 130 километров пробка будет из москвы верхние этажи зальют нижней вода не будет поступать вот это все испражнениями это все будет залито это сегодня так стоят заходят с с колясками мария ра тут в алтайском крае все берут эти коляски на улице оставляют там внести так кулёщик маленький нет коляску возьмут коляска большая такая сделана конечно интересно но я думаю как разнижение людей даже себе купить того штрих кода на каждом продукте стоят это надо в руки взял да и понес нет тележку катит как все но когда ничего не будет вот это все в магазинах в течение одной недели подметут да меньше даже ничего нигде не будет а здесь пожалуйста у нас колодец посмотри сейчас я покажу вот это выкопали мы лагерный колодец показать его вот это был такой здесь губернатор евдокимов михаил сергеевич какая-то команда у него самка черги плохие дескать а для меня нехорошие были я один раз так и обратился колодец копали нужен был крупнозернистый для песок и гравий галька и буквально полдня прошло уже вон там все еще осталось где-то уже два камаза стоят моей памяти он остался как прекрасный человек меня не касается не семейные дела никакие и вот мы решили выкопать колодец вот тут что-то навалили я не знаю чем посмотрим маленько посмотри вот она вода идет сейчас вот я смотри втыкаю вот здесь вот вот так воткнул вот смотри сейчас из колодца вода пойдет вот она чудесная свежая холодная тут прямо вот не покажешь как вот она пошла вода сколько тебе надо кащаясь на огород и везде а вот здесь она метровое это как его называют кольцо а дальше полтора метра вот посмотри как там переход делается переходник плиту вот эту сделали а там дальше большой что больше водозабор был лишь как все это насос он сколько ноут я вытягиваю его видать вот он насос только появляется вот смотри сколько выбираем уже качали сегодня но это у меня веревки для того что если кто-то упадет чтобы вылазить было узлами завязаны и там веревка узлами мало ли что в жизни бывает вот сам участвовал поэтому без павла моего брата бы не сделать у него тут так такая поднимала пожалуйста вот подальше смотри туалет рядом дальше стоит баня вот пойдем маленечко пройдемся здесь у меня вот такая голубятня вот одна голубятня видите какое сооружение а трава то какая-то нынче дождей не было и трава по пояс вот она вокруг трава пырей а вон вторая голубятня в том доме наверху там кажется 17 голубей вот сами провели электричество вот она идет он идет валерина у меня называется вон то трехэтажное здание башня летняя резиденция игнатия начальника справа тестомес а вот сюда маленький это вот лабос лабос там мука макароны он отдельно она на железных рельсах стоит внизу железная плита чтобы мыши не попадали и это все мы имеем по милости божья вон дальше где деревья растут далекое там в лагерь наш я могу сегодня принять минимум 100 человек до городе кто 100 человек примется я не просто могу принять их у меня склады одежда когда варнауле высшее авиационное училище расформировали у меня были близкие отношения с начальством и они списывали все это куда им не списали там сколько там 70 шинели там стоки теле брюк там куражки все это постирали привезли ребятишек одену комары непрокос это они как солдаты швейки у меня это деревня вот за этим деревом вот видно это у нас называется теплица там что-то это все сами делать ничего не надо покупать все свое корова пришла подоили свежим наши в город возят так сметана два дня пройдет сливки сливки ее резать ножом надо она как масло сливочное так аромат то какой даже я мясо вот не ем ну просто не ем а другие которые едят и вот продает они его и люди эти говорят у вас говорит какое-то мясо не обыкновенно не пенится и особое особый какой-то запах а то вот у нас газель тут стоит это господь я просто к слову сказать как хорошо сельской местности жить вот жили литва латвия там хутора 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 это один два дома стоят и дальше пашня у него все есть вот это вот тут у нас газелька стоит а вот сюда посмотрите что они кричат они стали сюда залетать ласточки то я стеколка выставил и прибил вот такую г-образную они вон они желторотые уже вон они сидят рот таразина ну-ка вон он его видать ну ка ну-ка покажись маленькие совсем вон они где сколько их там но их нельзя трогать они маленькие совсем вот так это ласточка беспокоиться а это вот пол взял на зоне видишь как это сушится вода вся стекает туда тут бак тут камни вон видать где покажи париться когда русская баня по чистому там окошечко открыто венечки он пошел наломал береза рядом покупать не надо вот вода стоит сколько тебе надо этот бак горячей воды вот он где-то чтобы не загорелась железо статана своими руками сделанное за счет равни это какие-то сауны турецкие бани это даже говорить не надо насколько мы богата живем богата то свободно вот главное богатство свобода во христе он посмотри как ласточки полетает свой как они войска не тронем и ваших настощат и дальше смотри ну мы лагер не имеет паши поэтому мы отдаем косят от брат михаил накосил теперь отдаем молока вам дадим ну ладно веники от отсюда видать показать просто пройти немножко вот смотри это надежда василина моя подруга живет здесь пойдем-ка сюда посмотри это бумага какие склады это построена тут человек был он уехал старков веществах сейчас священник а вот посмотри какие стоят в городе где-то такую поставишь а вон видишь вверху вон желторотая ласточата тоже вон они вверху я может быть еще где-то тут есть вон они видать видишь вон они где сидят на балке и в церкви два гнезда у нас прям на иконах это бумага который мне алтайская правда давала даю людям на растопку бумага чистить все абсолютно есть а тут люди какие это для бутылки сколько сто сорок четыре бутылки мешки это паром плод делал ребятишки плавают просто посмотреть вот они видишь это продают вот этот парник называют или теплица как правильно не знаю это все свое куда не пойди все свое тут ученика никого не было но ограда то видно пожалуйста ставь машину располагайся обедали ходи кто тебе еще не скажет свобода картошка это большие качели что-то есть тут час вот просим теремок терем теремок кто в тереме живет мы со службы идем акафис каждую среду считается вся деревня там была и как трудно в городе даже транспортные в гости сходить не там а тут одного человека нет на деревне и уже спрашивает а где такой-то человек и как трудно в городе даже транспортные в гости сходить не а мне тоже нравится где лапкина надежда васильевна я вот она да а акафиса сегодня считали домолились а я добыла на качестве чем я не видел что ли мы пошли дальше спаси христос качели все тут смотри какие огромные качели вот я даже могу показать посмотреть приходит качается ага а сегодня у меня вот это не на шарнирах люди ходят там на разные колеса а тут то сколько радости то людям вот так так вот дети это качается у них тарзанок сколько посмотри он заложит на эту вот и на ней качаются ну тут я босиком хожу не очень-то так его совесть и пошел это поднимется убирается я не знаю это крапива то наросла а у меня всегда с тобой перчатки посмотри как расправлюсь я с ней залезть можно будет вот она где ой вот ребятишки не зря боятся ее это леща одна кто не слушается значит вот так это крапива жгущая крапива а тут маленько оторвалось это не важно вот я рукавишки надену по возрасту все равно видишь как она тут все надо посмотреть она должна быть пониже на высоковато оказалось вот когда она пониже дети садятся на нее вот я немножко качнусь один раз и постараюсь слезть и сразу вот так обычно как махнут они туда обратно второй раз третьего вторая тарзанка там третья там четвертая можно показать вот здесь полный простор вот стол скамейки тут никого не было сиди занимайся устраивай обеды вот пришел вот одна тарзанка это для детей которые любят играть ну она высоковато видимо сжала тут лестница сломалась рукоход там самоподъемник колесико там турники разные там еще качели это только в одном месте это в помощь лагерю я за то что в деревне хорошо и хорошо очень хорошо тут кошечки ходят собаки свои собаки все привязаны что сказать видишь как тут мы побыли сейчас помолились в городе идти там ехать куда-то а здесь все рядом пришли пешком я даже велосипед брал на всякий случай ну и не сел на него босиком идешь а культурное лечение через подошву там большого пальца тут ухо глаз там и наступаешь когда это все органы лечат вот я приехал уже четвертый день как мы 40 дней были путешествий не могу никак отойти меня все еще качает ну речь идет о сколько 24 тысячи километров это не игрушка мы прошли из барнаула через северную осетию не попали вернулись назад там обвал был но и прошли через чечню опять третий раз азербайджан грузия и турция по турции 1600 километров на дальше греция афина там на самом конце полуострова потом италия ватикан франция испания португалия и вернулись в германию германия дальше ушли мы на скандинавию через зданию это господь так сделал позволил все это сделать и оттуда уже даже при счастье это так говорим машина ломалась и пошли прибалтика закончили эстонии и новая поломка она не дала нам закончить как было наличие но за рубежом мы закончили все дворостовет господь всякие холодильники вот сколько места занимает это все лагерное имущество прошел сюда посмотри тут и книгам простор вон там горку посмотри сколько чего есть вот стол на столе всякой всящины если детей одеть сшили им опять платья новое надежда василина шала лодки лежат вот пожалуйста 4 вот это все на глазах не надо куда идти не надо платить а толку то что там зарабатывать я уж не говорю картошка все остальное свое вот она людей где это можно даже показать вот открыть пожалуйста это книги наши книги какой том 17 18 и все разложено 7 тонн бери но окрестностей все обошли в общей сложности мы посетили 400 60 70 примерно уже мест 470 библиотек начиная от владивостока находки и кончая лиссабоном то есть от тихого до атлантического океана прошли благовестия повторить это никому не удастся никогда никогда и никто так не делал почему в первую очередь нужно иметь то с чем поехать мы едем с дарами в каждом каждой библиотеке оставляем на 20 тысяч 100 рублей это полтора два раза дешевле чем настоящая стоимость книг 38 томов каждая книга 752 страницы он еще от нас вот эта машина подсекла маленькой немаленько здорово большие переживания но сейчас ищем на кто бы дальше закончил так как книги уже отосну туда там ожидает груз больше чем на 2 миллиона миллиона а у меня пенсия 5500 рублей тут явно дело что не мои деньги но бог избрал именно меня потому что ничто ко мне не прилипает где ни одной копейки я был в америке они не могли ни одного мороженого скормить орваные носки заменить на меня я фанатик экстремист как говорится доводящий до совершенства любое дело вот шарик ой какой он радостный но посмотри как я все подойду к нему как он обрадуется на меня смотрит я подарок подошел к нему что ой 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 да весь захвастован да пошел он ой 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 да вот он ласковый не смотри что маленький это собачка маленькая с большим сердцем вот он такой беспризорный ходил приговоренный к смерти а его приголубили и он тут прижился шарик тут породистая я с которым ездил собака она восточноевропейская ураган официально на выставке получила звание чемпиона россии большую золотую медаль видимо грамота ездили разные собаки сейчас еще одна какая-то помесь восточноевропейской бельгийской овчарки прекрасный песик верно или как зовут везде скворечники это для синички тут что-то не так у меня в саду было 123 скворечника везде куда ни глянь с той стороны там скворечники тут скворечники птицы поют что человеку надо для счастья как можно большему числу людей приносить счастье а нигде не принесешь как в городе картошки то нету надо идти покупать на базар тут и морковка и капуста и чего только нет солонину зайдешь у каждого по за глаза и вдруг в деревню приезжает а этот человек проверился нету психиатра нормальный человек в деревне не поедет вон он еще делает вот он так вот он как а в городе тата собака то никакая она то бродящий при прийтили еще делает спину оттираем от комарика вот он какой он знаменитый шарик наш вот немножко только я показываю какая жизнь в деревне конкретно вот потеряю к мамонтовского района алтайского края все своими руками построен это андрей робот строил глухонемой и здесь голубям наливаю поднимаю везде на территории деревни курить запрещается вот положи его правильно везде такие надписи пять дорог входят деревню и везде висит такой вот вот пожалуйста везде тут и лопаты посмотреть чего только нету все стоит на улице и дверь-то не заперта колодец открытый ну все есть только работать а вот он путин там такое нам не ругать надо путин а молиться за него что бог дал ему доброго ума разума меня спрашивали всегда от луганск донецк они отделились произносили себя республикой как вы считаете я считаю неправильно это ни одно государство то не потерпит а вот их убивает но они взяли за оружие против государственной власти их убивают они избрали этот путь я никого не сужу не одобряю просто я по писанию по библии знаю этого не должно было быть ну что чечня хотела отделиться далее отделиться кого судить это в америке попытка была такая в китае там с грязью все смешали у я надо маскина жить и святого подозрение пала что он с персидским царем вошел в контакт сразу руку отрубили это еще благодаря тому что он калиф был как-то пощадили голову не отрубили эти которые луганск и проще славянск которые провозносили себя республикой они пошли в большую беду я сразу говорил для кого из против чтобы они присоединились к россии это украинская земля мне нравится как говорит александр лукашенко я с россией но отделение территории я не могу одобрять вот это прямо как есть вот начинает чечня нас пугали не ходить и азербайджан это там только голову режет а мы в доме мы вынощевали прекрасные люди в чечне были такой порядок такие люди вежливые прекрасно мы верующим и христиане мы в турции 12 часов молились прямо на таможне десятки тысяч людей нас видели и ни один не подошел не сказал что вы можете мы открыто молились попросили бога стояли вопияли падали вот так вот на колени прямо на таможне на таможне на улице и молились и у нас была задержка 12 часов и нас выпустили там нас мафия окружила ужасно было во все разбил турки какие-то турецкая граница турецкая таможня была какие они труженики там турчанки старались как-то помочь даже чаю далее но я своими глазами видел всего месяц назад это дело и поэтому я не отрицаю что люди говорят но на нас это не срабатывало к нам все относились хорошо плохого народа мы не встретили вот плохие люди такие деньги любят все как греции границу пересекли и пока дофин дошли 14 раз перегородили дорогу взятку взяли официально все а мы как грузовая машина гладили имела 48 евро за раз пройдешь километров 50 новая остановка ужасно было через 20 километров ну поехал знал на что иду мы вернулись главное мы вернулись дарим блога какое чудо когда мы швеции застряли не было выхода никакого никто про нас не знает где мы не связи ничего нету никто не поможет сломалась там шестерня передачи привода не привода там это распред коробка там топливо подает полностью омертвелая машина и бог сделал так добрые полицейские вызвали доброго навигатора от эвакуатора доброго он взыскал деньги по полной программе ну не бери они заранее с нами договорились никого не судим мы были в городе они нам помогли отремонтировали завод нам их начальство главный конструктор инженерами все понравились меня осуждает и на раз какую машину не могли вы взять иномарку но мы были на в сервисе иномарки на одном сервисе 80 иномарок на другом 60 я спросил как разницы никакой нету потому что внутри составляющих это не половина из китая там разно а сломалась шестерня который ульяновский завод готовит нужно научиться славить бога за все за все благодарите ибо такова вас воля божия во христе иисусе вот мы сегодня помолились на душе легко радостно все вот она кошка сверху спасибо вот она как вот она видишь какая растолстена беременная красавица да чё она бегает да кошки все ласковые это вот моя кровать так полузаправленная а то что мы не доели этот виноград вот эти какие-то орешки это все в лагере в лагере не идет только тыквенные семечки это хозяину собаки и мне чтобы не было заражения глистами такое действие это пожалуйста работают а вот какой экран это деревне смотри дети приходят смотрят он вносит его школу виктор николаевич савченко учитель местный все это то у меня стоит здесь старых вот здесь старый компьютер первый который подарил мне писатель александр иосифович нежный из москвы это брату приехал если металл и так правильно назвал нет правильно попозьбавс хозяин нашей собачки урагана пришел настоящий кинолог мирного вашему с миром принимаем только сейчас про это рассказывай как хорошо жить деревне